Добрый день, уважаемые слушатели! Я преподаватель Челковского колледжа Государственного бюджетного учреждения. Меня зовут Дедин Канис Владимирович. Тема моего доклада это внедрение операционной системы альтообразования в образовательный процесс колледжа. Цель моего выступления и моей деятельности это изучить возможности деятельности колледжа с использованием операционной системы альтообразования, определить рецептуру по улучшению программного обеспечения и значение работы это импортное замещение и диверсификация в IT сфере, экономическое значение, юридическое значение и цифровое просвещение пользователей, возможность также попробовать свои силы в работе над любыми сложными программными продуктами. На сегодняшний день, по моему мнению, я стараюсь придерживаться такой немножко даже обывательской точки зрения, есть основные направления свободного программного обеспечения, те, которые я вижу, но это в первую очередь, конечно, импортное замещение, потому что ситуация так складывается, что программное обеспечение и вообще IT сфера это, наверное, стратегическое направление государственного развития и, естественно, собственные разработки, защищенные лицензиями или свободные лицензии должны быть в нашем арсенале. Успешная знамена у свободного программного обеспечения пропиритарных продуктов, что мы достаточно успешно применяем в деятельности нашего колледжа. Я представляю 5-е отделение нашего колледжа. В нашем 5-м отделении используется операционная система альтобразования. И диверсификация программного обеспечения. Мне кажется, что цена на ряд, может быть, даже на все пропиритарные продукты, она завышена. И в этом отчасти виноваты сами пользователи, которые, ну, как, например, кроме Microsoft Office, рядовые пользователи не знают ничего, кроме операционной системы Windows, они не знают просто тоже ничего. Есть в пользовательской среде определенный мифологизм, что, например, ну, самое первое – это Linux не для игр. Ну, вот у меня дома на всех компьютерах стоит Linux, и дети одному 5 лет, и другой 13 лет успешно играют, и в том числе, и в компьютере. Занимаются школьными занятиями, но надо отдать должное. У них в школе один из дистрибутивов Linux, я не помню, какой, по-моему, какой-то новый дистрибутив, а, магия, по-моему, что-то в этом роде. Но, тем не менее, набор ПО аналогичный, как и у всех. Поэтому проблем, у нее проблем нету, надо сказать, из всего класса, потому что Linux давно использует только она одна. Считается, что Linux очень сложно использовать, но опять-таки, да, то есть и я это вижу, и мои родные это видят, что зачастую он даже проще, чем операционная система Windows. И, конечно, ангажирован в этом случае, потому что я сторонник Linux и свободного программного обеспечения, но мне так кажется, что у них проблем никаких нет. Да и, кстати, студенты, которые у нас занимаются, у нас колледж один из немногих в Московской области, который ведет в том числе и коррекционные группы, и ребята из групп коррекции, ну, вот у меня они занимаются месяц, и я смотрю в LibreOffice, и вот сейчас они LibreOffice проходят, они, в принципе, даже не замечают, что у них что-то другое. То есть, как бы, у них проблем нету, да, вот поэтому я не считаю, что это что-то сложное. И я это вижу, что это не что-то сложное. Считается, что необходимо знать консольные команды, чтобы пользоваться Linux. Опять-таки, может быть, это было 10 лет назад, на сегодняшний день. Несмотря, конечно, на то, что в Linux гораздо более мощный терминал, но необходимости использования консольных команд рядовым пользователям нету. Ну, и за исключением, если бывает установить какие-то специфические драйверы, что очень редко. Linux не имеет достаточного количества приложений. Опять-таки, для рядового пользователя, и даже более чем для рядового, это явный мегалогизм. И считается, что Linux для серверов, а не для обычных ПК. Что на сегодняшний день все эти мифы остались просто мифами, но глубоко засели в головах большинства пользователей, к сожалению. Те проблемы внедрения операционной системы Linux в образовательной сфере, которые я вижу, в первую очередь, это экономическая заинтересованность производителей проперетарного ПО, которые всеми возможными и невозможными способами подсаживают людей, начиная со школьной и студенческой, бесплатными лицензиями. Дело ведь не в экономике, как таковой. Просто люди подсаживаются, как наркоманы на ИГУО, они подсаживаются на тот программный продукт, и больше других они не знают, тот, который им дают бесплатно. Консервативность человеческого общества, естественно, производители пользуются именно этим. То есть человек изучил что-то, ничего новое ему не нужно. Это касается, в принципе, любых сфер, как и программные. Хотя IT-сфера развивается, как здесь выше говорили, очень быстро, мгновенно, ежедневно мы сталкиваемся с какими-то новинками. И, конечно, консервативность здесь, в той или иной мере, он неприемлем. Не знаю, как в этом году, говорят, есть какие-то подвижки, но вот в предыдущие годы решений на уровне Министерства образования от слова совсем, по-моему, не было. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Но доходило даже до абсурда, когда приходило к нам в колледж письмо из IT-отдела Министерства образования Московской области, в котором нужно было дать отчет о установленном свободном программном обеспечении. На ответ в формате ОДТ они звонили разъяренные и просили прислать в нормальном формате. В каком-то, я думаю, всем понятно. И я являюсь членом Государственной комиссии. Не знаю, как в этом году, но в прошлом году все программное обеспечение было там только под Windows. В нескольких школах я был. Естественно, ответ напрашивается сам собой, и он очевиден. Здесь, например, у нас на слайде представлен калаш, который делали ребята. Сразу акцентирую, у нас начальная группа – это начальное профессиональное образование. Это не вуз и даже не среднее профессиональное образование. Но, тем не менее, достаточно успешно они освоили работу в GIMP. Учитывая то количество часов, которое им отводится. Я с многими преподавателями на эту тему мы дискутировали. Я считаю, что основа GIMP, что Photoshop – это работа со слоями. Если вы используете Photoshop как рисовалку, это отдает просто чем-то, мягко говоря, странным. На занятиях по проектированию используется свободное программное обеспечение. Особенно оно стало широко использоваться после того, как компания Autodesk использовался программный продукт AutoCAD. У нас две операционных системы на компьютер установлено – Linux и Windows. В основном только из AutoCAD. На нем ведутся еще некоторые платные курсы. У нас есть студенты, которые учатся по направлению ландшафтный дизайн. И они были вынуждены начать работать в LibreCAD. Понятно, что у него гораздо более простой интерфейс, чем в AutoCAD, но поскольку AutoCAD закрыл у них студенческие лицензии. То есть тут был вот этот, как мы уже говорили, волшебный пинок, который вынудил их заниматься именно этим. Ряд компьютеров-специалистов. У них установлена операционная система Linux. Ну, немного, конечно, но тем не менее у психолога нашего, в силу того, что я здесь оставил ссылочку на сайт, если кому-то интересно, можно зайти. Мы там, опять-таки, все это на очень простом уровне, но в LibreOffice Кальки разработали, сделали психологические тесты с более-менее автоматической выгрузкой, что было очень удобно. И, кстати, даже вот пять лет назад в Кальке мы с институтом психологии образования делали тестирование по буллингу. То есть они хотели сделать, это был проект по всей Московской области, я, в принципе, здесь не вижу чего-то такого архистропрорывного, но тем не менее, то есть они собирались сделать это на бумаге. А мы им предложили, давайте сделаем это автоматизированным. Ну, психологам будет проще, и вам для обработки будет проще. Ну, и вот в результате им понравилось. Хотя они, как бы, очень сильно уговаривали, а давайте в Excel сделаем. Ну, я поставил условия, только кальк, все, больше ничего. У меня все равно только кальком пользуюсь, в другом у меня ничего нет. И у нас в актовом зале стоит старенький компьютер, на котором два экрана Windows не поддерживает современные дистрибутивы. Ну, хотя бы семерка та же. А вот Linux справляется на отлично. Мы используем там слабенький дистрибутив, Ubuntu, и все хорошо. Ну, единственное, что я, если кто-то к нам приходит из гостей, я стараюсь гостей предупреждать, что презентации они в PDF-версиях сохраняли, потому что могут быть проблемы. А так проблем пока что не было никаких. Ну, вот уже вот мы используем, и все отлично. Почему именно альтообразование? Ну, мы в свое время являемся как партнерами компании Bazaltespo, и нам предоставили дистрибутивы бесплатно. Вообще в компании Bazaltespo там очень сильная скидка, которая, в принципе, приобрести подобные дистрибутивы проблем не составляет. Мощная вирусная очищенность, ну, естественно, импортозамещение, отлично работает со старым железом. У нас есть некоторые виды очень старого оборудования, например, сканеры, видеокамеры, которые Windows уже не поддерживаются, только Windows XP, а Linux с ними работает влет. Открытый код, инновационность, адаптирован дистрибутив к образовательной среде, то есть все необходимое есть уже из коробки после установки, там практически ничего доустанавливать не надо. Ну и, естественно, экономия финансов, она в разы выше. И выводы, ну, я думаю, здесь всем знакомы программные продукты, и пропиоэтарные, которые на правом замочке, и на левом открытом замочке свободные программные продукты, которые у нас с успехом заменяют закрытое программное обеспечение. Все, спасибо большое. Спасибо. Вопросы есть? На самом деле у меня самого вопроса. Скажите, а вы ITest не пытались применить для тестирования? По-моему, он больше к этому приспособлен. На самом деле нам просто было, ну, лично мне было просто интересно посмотреть возможности LibreOffice. А, понятно. То есть здесь только это и все. Я просто делал это для себя, в первую очередь, а не для... Хорошо. Еще вопрос есть? Если нет, у меня есть комментарий, если позволишь. Во-первых, насчет ландшафтного дизайна. Может, я не туда, а не пробовали вместо кадров применить блендер? Я в этом году подумывал... То есть не в лоб, так сказать, заместить, а творческих. В нем именно тоже можно 2D-чертежи делать, или он только по 3D затолчен? Ну, скажем так, из знакомых, которые применяют блендер разными способами, я слышал и про сколько-то инженерное проектирование. То есть, по-моему, в какой-то из относительно недавних новых версий появилась возможность задавать точные соотношения, то есть грубо говоря, чертить. И видеоредактор. Ну, смотрите, я могу сказать... Давайте, наверное, с этим в кулуары тогда просто, и как бы если... А второй комментарий был, вот вы когда... Там был слайд про Linux не для игр, там вот для серверов. Про серверов могу сказать конкретно вполне определенно. Как один из коммодераторов сайта OpenNet.ru, я периодически вижу набеги, так сказать, мясоботов, которые форсят тему Linux для серверов. То есть они уже согласились хотя бы с этим, но говорят, но на десктопе Windows. Это раз и два. Я тут ухмылялся насчет того, что примерно то же самое я про свои Эльбрусы слышу. Вот очень как-то так перекликается опыт. Перейдем к следующему докладу.